Конституционный суд утвердил результаты выборов. Президентом становится представитель левой оппозиции Игорь Дадон. И пока он готовится вступить в должность, власть тоже не дремлет. Как никогда ранее идет интенсивное обсуждение возможных вариантов тактики и стратегии правящей коалиции. Говорят и предполагают многое. И переформатирование, и отказ от услуг либералов, и реформирование Демпартии. Наконец обсуждается вариант Плохотнюк-премьер-министр. Что из этого правда, а что вымысел? Или иными словами, что задумала власть? Ответить на этот вопрос сегодня уже дело принципа. Вы смотрите АКЧЕН-ТВ. Здравствуйте. И сегодня в студию я пригласила политолога Эрнеста Варданяна. Добрый вечер. Добрый вечер. И политического обозревателя, журналиста Валерию Рениц. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Вот вопрос главный, на который нам сегодня с вами предстоит ответить, это что задумала власть, каковы ее планы. Но прежде чем мы будем это делать, я бы хотела, чтобы вы дали свою оценку, в каком состоянии эта самая власть сейчас находится. Эрнест. По моим наблюдениям, власть держится довольно-таки бодрячком. В принципе, унывать ей не приходится, поскольку, несмотря на победу кандидата от левой оппозиции на президентских выборах, эта власть устойчива, как никогда. По определенным внутренним позициям, а именно то, что власть, провластная коалиция проголосовала за проведение пенсионной реформы, вот этот весь пакет скандальных законопроектов, которые обсуждаются в наши дни, все это намерения власти, она их осуществляет. Пока не вижу никаких препятствий на этом пути, к сожалению. Поэтому, в общем-то, все идет по плану господина Плохотнюка, который, как известно, координатор правящей коалиции и не только. Не знаю, что может произойти внутри страны и за ее пределами, чтобы планы власти изменились, или чтобы ее положение оказалось не таким стабильным, как сейчас. Пошатнулось. Пошатнулось, да. Благодарю вас, спасибо. Господин Ремиц, а вы как оцените, в каком состоянии сегодня власть? Ну, во-первых, нужно отметить, что у власти появилась вторая, или второй компонент. Это президент. И все зависит уже как от того, какие отношения будут между господином Дадоном, новым президентом и большинством, парламентским большинством. Тут есть, очевидно, так сказать, два сценария. Противостояние или сотрудничество. Ну, может быть, еще третье, мудрое, чередование противостояний и сотрудничества. Противостояние, оно может быть выгодно в том смысле, что это даст какой-то рейтинг социалистической партии. Так, чтобы она, у нее было хорошее, иметь хорошее лицо к новым парламентским выборам, когда они состоятся. Но мало что даст стране сотрудничество может как-то повести эти реформы так, чтобы они не были слишком жесткие для народа. Потому что, я так понимаю, что господин Дадон хочет, если не противопоставить себе этим реформам, то как-то смягчить. Ну, вот, в принципе, я так думаю, что сотрудничество это дало бы, в общем-то, стране какой-то стабильный, хороший ход вперед. И в смысле политическом, и в смысле какого-то, хоть маленького, но экономического роста. Я больше, наверное, имела в виду, в каком состоянии находится правящая коалиция. Потому что, все-таки, Игорь Дадон еще не вступил даже официально в должность. Вот мне интересна ваша оценка, потому что Эрнест полагает, что правящая коалиция, она достаточно чувствует себя уверенно. То есть, она не видит каких-либо особых проблем, угрожающих ее существованию. Вот, а вы как считаете? Нет, уверенность может есть, но не так все просто. Уверенность, она зиждается на том, что есть непоколебимое парламентское большинство, которое, в общем-то, охотно сотрудничает с правительством, и они находят общий язык. Поэтому я здесь не вижу возможностей каких-то неожиданных или необыкновенных каких-то инцидентов. Я тогда скажу то, что думают очень многие, когда говорят о правящей коалиции. Когда обращают свои взоры на наш альянс, то сегодня задумываются о роли либералов в этом альянсе. Ну, вы помните, как господин Гимпу очень часто повторял, альянс, бетон. Вот сегодня о том, что это уже бетон, говорят не все. Потому что после того, как либералы проявили себя на президентских выборах, стало совершенно понятно, что у этой партии есть проблемы. И проблемы серьезного характера. Вот с этой точки зрения, Эрнест, как вы оцените сплоченность рядов самого альянса? Альянс, как вам сказать, он одновременно и жив, и мертв. Жив он, потому что координатор держит все под контролем. Он вряд ли, допустим, каких-либо серьезных изменений, могущих подорвать единство коалиции или ее стабильный курс. И альянс в то же время мертв, потому что он состоит из мертвых партий. Давайте посмотрим честно. Либеральная партия сейчас едва ли не наберет больше 5%. У Михаила Гимпу на президентских выборах меньше 2%. Прибавим еще пару процентов за счет Киртуака и прочее. Но 5-6% на ближайших парламентских выборах эта партия бы набрала. Либеральные демократы формально уже не в альянсе, но они по инерции воспринимаются как партия власти. У них уже, наверное, на грани 1%. Демократическая партия, имея огромный административный ресурс, конечно, натягивает и рисует себе голоса, как хочет. Но снятие лупу с выборов показало в том числе и то, что власть неуверенная была в его победе. Даже в прохождении во второй тур. Поэтому рейтинг демпартии тоже под большим вопросом. Так вот, мы имеем эту странную, могучую кучку, состоящую из немощных партий, такое только в Молдове может быть, существующую только благодаря одному человеку. Если мы говорим конкретно о роли либералов, то у них три большие проблемы. Я бы выделил три большие проблемы. Первое – это Дорин Киртуака и то, что он творит с Кишиневым. Я думаю, комментарии не нужны. Мы все люди, живущие в Кишиневе, все все понимаем, видим. Ну, Валерий согласен, наверное, с тем, что ему не очень нравится то, что происходит в Кишиневе. Да? Ну, я не кишиневец. Ну, живем-то в Кишиневе. Нет, я не живу в Кишиневе. А, вы не живете в Кишиневе. Ну, в некотором смысле вам повезло тогда. Значит, вы не до конца наслаждаетесь всеми красотами европейского Кишинева. Я с этим согласен, мне повезло с этим согласен, что не живу в Кишиневе. Да, вот первая проблема – это Киртуака и разрушаем им Кишинев. Вторая проблема – это, мягко говоря, странная поведенческая линия Михаила Гимпу. То он ругает, то он критикует, то он разоблачает, то он ругает. То есть, все мы это тоже понимаем. И третья, которая выявилась относительно недавно, – это антагонизм Михаила Гимпу с Анатолом Шалару. Непонятно, кто там прав, кто виноват, кто первоначал, кто куда, перетягивает одеяло. И даже, говорят, некоторых прекрасных молодых дам. Честно говоря, я не хочу в это вдаваться. Мне это просто не интересно. Ну, я не прошу о дамах, но конфликт интересен. Конфликт есть. В свете того, вот вы читали, какая уже началась грязь с обеих сторон. Там уже, значит, припоминают, кто, значит, в каком тендере как участвовал, в чью пользу. Там вот считают деньги. То есть, лидеры ходят просто на каналы разные, да? В общем-то, это не сенсация, потому что мы живем в маленькой стране, в маленьком городе, где все прекрасно знают об этих тендерах, незаконных стройках, распиле государственных денег и так далее и тому подобное. У меня, вот я сейчас говорю, у меня в голове возникает ощущение дежавю с концом 90-х годов, когда партия коммунистов после выборов в 98-го года оказалась в оппозиции, да, с 40 мандатами. На правом фланге оказался Альянс за демократию и реформы. На крайне правом были христианские демократы. И дальше так получилось, что правящая коалиция умудрилась рассориться. То есть, христианские демократы входили тогда в ВДР. Входили, но они не были... Ну, они через год начали вредничать. Да, вот-вот-вот, я это имею в виду. Я бы так сказала. И умудрились рассориться между собой Дяков, Лучинским и развалили коалицию и пришли к коммунистской власти в итоге. Я вижу что-то подобное сегодня. Я не удивлюсь, если завтра-послезавтра обидевшийся ГИМПу начнет не только разоблачать своих бывших и нынешних однопартийцев, он начнет ввалить такую коалицию на парус партии социалистов. А партия социалистов, как оппозиционная партия, в принципе, не должна разбираться, кто там бывший, кто нынешний враг. Как настоящая классическая, ну, то есть, как любая оппозиционная партия, она должна эту ситуацию развивать классически. Взять бывших соперников из правящей коалиции и использовать их в своих целях. То есть, какая-то ситуативная коалиция. Что-то наподобие арбуза, который так и не состоялся, она мог состояться лет 5-6 лет назад. Что-то подобное может произойти. То есть, вы считаете, что угроза все-таки от либералов, самому альянсу, она исходит? Она не просто есть, она четко осознается, и более того, где-то месяца 3 назад я разговаривал с человеком из окружения Демпартии, и он совершенно уверенно мне сказал, что после президентских выборов Плохотнюк возьмется за Гертуака. Поэтому, уж как понять, возьмется, я не знаю, только Плохотнюк это знает. Но будем посмотреть. Мне очень даже интересно, и если действительно пойдет по такому жесткому сценарию, то мы услышим еще не одно разоблачение из уст Михаила Федоровича. Спасибо. Валерий, вот говорят, что либералы могут испортить, что называется, значит, жизнь представителям правящей коалиции. Ну, первую голову, конечно, демократам. А вы как считаете? Ну, во-первых, насчет этого фильма ужасов, что все умерли в коалиционном большинстве, я не так не думаю, потому что они, в общем-то, уже год как спокойно живут и что-то осуществляют. Это как СНГ, знаете, все все время говорили, что СНГ мертв. О цивилизованном разводе. Да, СНГ мертв, пациент скорее мертв. И в 25 лет как не могут развестись. Насчет либералов, ну, сейчас, вот, до Нового года я никакой угрозы не вижу. Если уйдет человек, понятно, он сам, даже вчерашним, последним интервью, которое успел дать, господин Шалару сказал, что, скорее всего, он уйдет. И из поста министра, или его уйдут, и из партии. Потому что, ну, обычно у нас так решаются конфликты в партии. То есть, прав всегда один. То есть, тот, у кого печать. Это почти что всегда так. Так, и я думаю, что вместо Шалару, то есть, Шалару министр, пока в коалиции все нормально. Но если, конечно, уже антикоррупционные органы возьмутся за Киртуака, что я тоже не исключаю, потому что по-другому я не вижу, как решить этот конфликт в Кишиневе. Потому что в Кишиневе очень большой конфликт, который уже длится очень долгое время. Столица стоит на месте. Ну, кроме асфальта, который... Которого нет. Нет, который покупается иногда из денег по кредиту, по европейским кредитам, то я пока ничего не вижу. Ну, почему? То есть, ложат асфальт, тоже понятно, да? Потому что... Ну, хорошо. Вот давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения демократов. Вот хотят, не хотят, на мой взгляд. Демократы должны будут сейчас обозначить четко свою позицию по конфликту Шалару-Гимпу. Почему я это говорю? Ну, потому что как у нас, если задумано снять министра, да? Вот премьер должен обратиться, премьер, по предложению премьера, он обращается к президенту. То есть вот здесь Павел Филипп, как член демократической команды, должен очень четко занять свою позицию. Он должен либо обратиться к президенту с просьбой снять господина Шалару, да? Неважно уже, мы знаем по каким причинам. Либо не обратиться. И вот мне интересно в этой связи, Эрнест, он обратится или не обратится? Ну, смотри, какая цель. Если цель просто... Если цель просто снять Шалару, осуществить такой элементарный кадровый шаг, он просто скажет Филиппу Шалару, уйди сам, человек, уйди сам, давай не будем. Но если цель будет каким-то образом, вот я сейчас рассуждаю коспиологически, если цель будет каким-то образом дискредитировать Дадона и сказать, что вот он действует в унисон с Демпартией, тогда Филипп обратится к Дадону. И Дадон с удовольствием, конечно, подпишет указ об отставке Шалару, потому что он уже об этом говорил. Но тогда отдельные скептики, не будем показывать пальцем, скажут, ага, мы же говорили, что Дадон вместе с Плохотнюком. Вот видите, Филипп ему подыграл, а он подписал, а Шалару ушли. При этом Шалару уже никого не будет интересовать. Всех будет интересовать только вот эта комбинация. Предложил, подписал. Я считаю, что господину новоизбранному президенту стоит подумать о каждом шаге, который ему предлагает сделать Демпартия, ну в скобочках, правительство, парламент и все, и же с ними. Не знаю, как поступит новый избранный президент, но мне кажется, что, учитывая особенно тональность заявлений в отношении господина Шалару, у него абсолютно четкое видение, что господин Шалару должен уйти. Вот он вчера тоже это озвучил. Он сказал, до Нового года Шалару должен уйти. Вопрос в том, что вот когда вы говорите, это может быть так, может быть так, а вот давайте, чтобы это было по закону, вот по процедуре. Господин Филипп говорит, нет политической поддержки у господина Шалару. Ну вот так отозвали либералы эту поддержку. Что мне остается делать? Поэтому я вот считаю, что господин Шалару должен уйти. Уж согласится он с этим или нет, это второй вопрос. А вы как думаете, будет, Валерий? Ну, Шалару и господин Дадон, новый наш президент, вчера почти одновременно сказали, однозначно. Один сказал, что уйдет этого министра, а министр сам сказал, что... Уйдите, вот это к вам. Я сам уйду. То есть они были на параллельных передачах, и они сказали примерно одно и то же. То есть этот вопрос как бы уже решен. Как это произойдет? Подаст ли Шалару сам в отставку, или это скажет ему, или господин Дадон, или господин премьер попросит нового президента? Ну, дело техники, не знаю. Там есть, конечно, нюансы. Есть. Есть что. Ну, если, например, люди согласятся как-то одного-другого беречь в этой политической игре, то я думаю, что все кончится с отставкой. Просто Шалару сам подаст в отставку. Подаст в отставку, и таким образом позиции Михаила Федоровича на этот момент, они останутся достаточно... Досы-то и без греха. Как в старом они. Да, да, но, но, все бы хорошо, если бы не одно но. Мы же знаем, какой партнер, Михаил Федорович. И если власть ставит перед собой задачу не допустить до новых, значит, досрочных парламентских выборов, то наверняка они думают о том, чтобы у них была коалиция не просто бетонная, а железобетонная, скажу сейчас так. А это значит, что они могут думать о том, чтобы в эту коалицию были включены и другие представители депутатского корпуса. Эрнест, вы этой темой задавались. Скажите, пожалуйста, вот актуально ли то, что я сейчас говорю? То есть вы настаиваете на том, что вы когда-то писали. И если да, то как, за счет кого эту коалицию могут приращивать? Ну, начну тогда по порядку. Об этом я написал на блоге, на своем на Европа Либера, сразу после первого тура. До меня дошла информация из окружения партии социалистов, не напрямую, но через одного человека, о том, что в партии социалистов есть семь человек, которые давно уже ждут момента, чтобы перейти к демократам. Естественно, не безвозмездно. Ну, вот, причем на тот момент, когда я писал, я фамилии не знал, а уже когда вернулся из командировки, еще раз пообщался, узнал эти семь фамилий, но я их вам не назову, даже под пытками. Но я вроде и не прошу, пока. Ну, я на всякий случай. Информация серьезная, пока ее никто не опроверг. И она пока остается актуальной. Ну, пока она и не подтверждается. Ну, отсутствие опровержения, это уже что-то интересное, да. Более того, другие источники, другие публичные фигуры, эксперты тоже говорят о том, что Плохотнюк сейчас рассматривает вариант создания большой левоцентрической коалиции в составе демпартии, возможно, партии коммунистов. Вот тех вот 14 друзей Оушена, которые раньше перешли в так называемую социал-демократическую платформу, плюс перебежчики от либеральных демократов, которые пока еще депутаты, там я уже забыл каких фамилий, слава богу. И плюс еще не исключено будущие перебежчики от либеральной партии, когда Плохотнюк начнет эту партию громить. Плюс вот эти семь человек от партии социалистов. Не получается так, если подсчитать. Получается почти конституционное большинство. Ну да, ну 70 человек, не меньше. Гарантированно. Гарантированно. И это еще мягкий вариант, Людмила. Жесткий вариант, если верить тому, что я слышу, что вся партия социалистов может уйти в эту странноватую, монструозную, как говорят по-румыски, коалицию. То есть вчерашнее заявление не первое на этот счет, но достаточно уверенное, что мы даже не рассматриваем, вопрос сотрудничества с властью Игоря Додона. Оно вас не убеждает? Нет, не то, что не убеждает. Убеждает или не убеждает. Давайте говорить так вот жестко. Сейчас Игорь Додон оставил пост председателя партии социалистов. Раз. Он уже не депутат. Значит, он, скажем так, будет чуть меньше контролировать парламентскую фракцию и, собственно, партию. Конечно, он будет влиять авторитетом и так далее. Я не могу исключать. Я отнюдь не утверждаю, что держала свечку и четко все знаю. Но те разговоры, которые до меня доходят, меня очень сильно тревожат. Поэтому... Ну, я тоже знакома с вашей теорией. Мне она кажется достаточно такой, знаете, ну, фантастической по ряду причин. И дело даже не в социалистах и в том, что президент так отдалится, что эти вопросы его не будут интересовать. По одной простой причине. И Игорь Додон и его партия понимают, что на следующих парламентских выборах они все равно их будут рассматривать, все равно в связке. Поэтому они, знаете, как близнецы-братья будут идти. Это первое. И второе, это, конечно, роль Владимира Николаевича, который вот сейчас вот возьмет и все бросит. И вместе с остатками своей партии скажет, ну, вот так, чтобы никто не уходил, так уже уйду я. Ну, это мое мнение. Точно так же, как ваше. Ну, Воронин уже участвовал в формировании кабинета Габурича. У него есть прецедент. Да, он проголосовал. У него прецедент уже есть. А почему не быть второму прецеденту? Ну, вообще, на самом деле, это сейчас не самое главное, Людмила. Самое главное то, что к 2018 году Плохотнюк будет продавливать идеи смешанной парламентской, смешанной системой выборов в парламент. Это гораздо серьезнее. Поговорим об этом, да. Таким образом, если вы говорите, что он будет ее продавливать, у него нет такого же большой необходимости. Прямо 70 человек как бы пытаться, да, вот тянуть в эту коалицию. Почему? Нет. Если вы заметили, за все последние годы Плохотнюк никогда не складывает яйца в одну корзину. Он и там, и там, и там контролирует. Хорошо. Валерий, если вот Эрнест прав, на секундочку такое представим, то есть это то, что вот то, о чем он говорит, это означает такая, знаете, вот такая война вот между президентом и парламентом. То есть это совершенно будет понятно, что если депутаты перекуплены, то ни на что хорошее, ни одна из сторон рассчитывать уже не может. Просто-напросто потому, что президент, он может мобилизоваться с другими оппозиционными партиями, знаете, устроить при любом, при любом голосовании нечто. Ну, я не скажу, что это будет такой протест. Это может быть даже хуже, чем протест. Так, Валерий? Я думаю, что всей фракции социалисты не перейдут, конечно, на сторону парламентского большинства, потому что это никому не нужно. Дим партия и большинство парламентское, они стараются как-то вот уравновешивать эти векторы восток-запад. Поэтому им нужен, реально нужна фракция, которая бы представляла восточное направление. И даже нужен такой президент, как господин Дадон, я уверен. Поэтому, если что-то произойдет, я думаю, что просто найдутся готовые люди на такое геройство, потому что они всегда существуют. Я однажды стал объектом нападок на соцсети, когда процитировал одно толкование из французского словаря о том, что политик – это человек, который выдают собственные интересы за государственные. Поэтому такие люди есть. И те, которые играют, то есть главные актеры нашей политической игры знают этих людей. То есть из всех фракций есть такие люди, которые готовы быть с большинством, потому что там видят свои собственные интересы. Тут ничего такого нет, мы это проходили не раз. То есть это такой, как называл господин Воронин, политический туризм. Он есть и он еще приветствуется в нашей республике. Да, только когда речь идет о депутатах, которые были в его фракции, он называет это словом похуже, чем туризм. Но мы не будем его износить здесь, в этой студии. Вы хотели что-то сказать? Да, два важных дополнения. Вот в развитии того, что начал говорить господин Ренинс, мне просто напомнил кое-какие вещи. Один из сценариев, в который до меня дошел, вот это вот описание возможных развитий, заключается в том, что Плохотнюк не будет забирать, грубо говоря, всю партию социалистов к себе под крылышко. Он заберет только вот эти семь человек, но среди тех, кто останется, будет смотрящий изнутри. Сегодня во фракции партии коммунистов осталось сколько? Семь человек. Да, я даже знаю, кого вы имеете в виду в роли смотрящих. Да, не будем показывать пальцем, все мы прекрасно знаем этого человека. Вот такой же смотрящий останется в партии социалистов, чтобы контролировать его изнутри. Еще раз подчеркиваю, не надо недооценивать умение Плохотнюка расставлять, что называется, яйца в разные корзины. Он умудряется дергать за разные ниточки. Поэтому не будем забрасывать со счетом. Мы не будем, да, заниматься корзинами и яйцами, просто потому что нам лучше всего по факту. Да. Если какое-то событие случается, надо его как-то анализировать. А пока это всего лишь наше с вами общее предположение. И вот еще второе, что я хотел сказать в развитии слова господина Реница, я и в мае этого года слышал, и в сентябре слышал от разных информированных людей, что мы сейчас более берем глобальный расклад, что Плохотнюку выгодно допустить, чтобы Игорь Додон стал президентом. И это не означает, что Додон человек Плохотнюка, а Плохотнюку выгодно. Потому что в противном случае, если бы президентом стала Майя Санду, тогда вся вертикаль молдавской власти от последнего судей до президента была бы проевропейская. Конечно, формально, коррумпированная и все такое. И с кем тут воевать получилось бы? Да, вся вертикаль власти была бы прозападной, да еще и с господиной Санду, которая под значительным влиянием западных сил. Зачем нужен Плохотнюк? Поэтому господин Реница здесь прав. Додон президент удобен власти лишь потому, что он сохраняет вот ту геополитическую качель, которая позволяет власти торговаться и с Востоком, и с Западом. Запад мы будем теперь пугать русскими танками, которые лично возглавят Додон, приведет их лично в Кишинев. Россию будем пугать, вот-вот уходим в НАТО. То есть, все сохраняется примерно в том виде, в котором оно было, только теперь еще на более высоком институциональном уровне, потому что у нас президент теперь декларирует улучшение отношений с Россией и свой первый визит намерен совершить в Москву. Это важный момент. У вас будет реплика? Нет, просто я хотел сказать, что ничего нового. Мы так и живем, начиная с 91-го года. Хорошо. Самым главным звеном в правящей коалиции всегда была демократическая партия. Там менялись составы, мы видим, то есть в саму эту коалицию входили разные группы, разные люди, но демократы, они всегда задавали тон. Вот сегодня в самой ДПМ происходят очень интересные процессы. Вы, когда говорите о демократах, вы говорите, что эта партия получается так, невольно, что у этой партии все прекрасно и все замечательно. Но, тем не менее, там есть свои проблемы и свои сложности. Проблема номер один, на мой взгляд, это заявление Мариана Ильича Лупу, который вышел и сказал, что он с себя полномочия лидера снимает. Уже смешно. Да. Вот очень многие люди ему не поверили и стали говорить о том, что это заявление отнюдь не добровольное. А если мы предположим, что оно все-таки не добровольное, значит, проблемы в этой партии существуют. Валерий, вы видите проблемы у демократов? Проблемы есть у всех партий. Я не думаю, что эта партия без проблем. Не может, потому что там люди. Люди, которые в партии делают карьеры и делают государственные карьеры параллельно. А это власть. И у власти всегда есть верх. А на это верху не все попадают. Иногда только один человек. Поэтому проблемы есть и будут всегда. Я могу допустить, что не сам господин Лупу принимал решение, а принималась она коллегиально. Там наверху. Я это допускаю, потому что, в принципе, так делается в партиях, где есть порядок. То есть, если он лидер, и если можно считать, что если иметь в виду только господина Лупу отдельно, то с этими выборами не очень повезло, мягко скажем, то я думаю, что менять лидера надо. И поэтому коллегиально, если они согласились, что менять, я не видел, чтобы... Ну, конечно, когда теряешь должность лидера, не очень радостно на душе. Я понимаю. Есть какая-то печаль. Но вместе с тем, я так понял, что человек найдет себе место и дальше в этой партии. То, что он говорил в этом интервью на телевидении, чтобы не называть, то есть многие вещи, которые рациональны, то есть поддаются рациональному анализу. И правильно, что его будут дальше использовать. Остальное, так сказать, дело спекуляции. Кто хотят видеть в этом очень плохие вещи, что это опять кто-то его специально заставил и так далее. Ну, может быть так, может быть не так. Но это спекуляции. То, что подается рациональному анализу, то, что человек, который провел вот так эти выборы, независимо от него, может быть, но он должен был уйти, то, в принципе, должен уступить место. Так делается в цивилизованном мире. Да, вы сейчас повторяете слова Дмитрия Георгиевича Дьякова, который именно вашими словами все это объяснил. Я не осознал. Когда говорил, я не знаю, что сказал господин Дьяков. Ну, вот я вам теперь говорю, что ваша позиция совпадает с позицией Дмитрия Георгиевича Дьякова. Ну, значит, господин Дьяков должен мне быть благодарен, потому что... Потому что вы первый были все равно. Хорошо. Вы мне подсказали. Эрнест, ну, вы тоже скажете, что это такая просто печалька, как говорит Валерий, для Мариана Ильича. Это печалька и для Ильича, и для партии. А вы верите в объяснение Дмитрия Георгиевича, который тоже сказал, что так должно быть в партиях? Вот результат, вот он такой, какой есть, вот он на выборах. И вот Дмитрий Георгиевич, он сравнил ситуацию, как вот было после Брексита. Да, он сказал, вот взял вот Камерон и подал в отставку. Почему же мы так не можем сделать? И вот на этом фоне... Главное сравнение. Да. Ну, здесь у меня тоже есть определенная инсайдерская информация. Люди из Демпартии мне сказали, что они были обескуражены новостью о том, что Лупу был снят с выборов. Эрнест, с вами страшно, рядом стоят. Для меня... У вас из любой партии есть инсайдерская информация, при этом фамилии вы не называете. Не называем. Ну, просите себе верить. Верьте мне. По крайней мере, мы вас выслушаем. Помните, как Ноллер говорил, никому верить нельзя. Мне можно. Да, я говорю, по крайней мере, мы вас выслушаем. Пожалуйста. Значит, люди были обескуражены настолько, что они не знали, что делать. За кого агитировать? Ну, уже после снятия за Дадона, за Санду, вообще не идти. То есть им сказали, делайте, что хотите. Я это к чему говорю? К тому, что партия деморализована на высоком уровне и на местах тем более. Мне кажется, Лупу должен, если это решение хоть на 1% добровольно, он должен был уйти сразу после вот этого принудительного снятия с выборов. Потому что такого унижения еще ни один кандидат не испытывал. Но поскольку его решение вряд ли добровольное, то вот принято такое судьбоносное, значит, так, постановление господина координатора, что теперь господин Лупу устал, он уходит. Вот. С него снимают мундир председателя. Кто следующий оденется в этот мундир, я не знаю. Но зато уверен в одном. Вот. Видя всю эту ситуацию, я еще больше убеждаюсь, что демократическая партия – это мертвая партия. Она существует только благодаря Плохотнюку. Если, предположим, что завтра Плохотнюк улетит в Женеву, больше никогда не вернется, демпартия рассыплется через 15 минут. Потому что там все держится на его дисциплине, которую он выстроил. Мне рассказывают, как он гонял людей по районам, когда еще Лупу был кандидатом, что он запирал машины во дворе территории, где демпартия, и заставлял людей садиться в автобусы. Депутат, не депутат, министр – все равно. Все в районы, всем работайте. Так вот, если этот стержень уйдет, партия просто вот как вот это тут. То есть дела еще хуже, чем получается, чем мы с вами говорили. То есть если партия вообще мертвая, так вот, по вашим словам. Ну, простите, с таким сумасшедшим антирейтингом. А как же? Господин Реницин, видите, вот с вами тут спорят категорически. Я считаю, что вот этот уход Лупу с выборов, он был хорошо просчитан и рационален. И это принесло и пользу, и даже всем, я думаю, которые наблюдали и были на сторону демократической партии, какое-то облегчение. Потому что, ну, в принципе, они отдали политическое поле этим двум, которые были, в принципе, противники. И сказали, хорошо, разберитесь, потому что мы не уверены, что во втором круге мы станем, то есть у нас человек станет президентом. Поэтому я считаю, нормально. Насчет того, что мертвая ДПМ или нет, я как бы ни... Ну, смотрите, вот, Валерий... Я думаю, что она очень похожа, вот так, как сравнил господин Варданян, похожа на партию Воронина где-то в 2007-м, 5-м, 6-м, 7-м, когда была очень жесткая дисциплина, но я не могу сказать, что это была мертая партия. Эта партия взяла потом 60 мандатов. 60 мандатов. Понимаете, как, вот если внимательно послушать вас, но вспомнить, что демократы всегда говорили одну вещь, наша партия нуждается в реформировании. Вот даже Мариан Лупа, уходя, он сказал такую вещь, я буду реформировать. Господин Плохотнюк говорил, что он будет заниматься реформами. То есть мы все время слышим, что демократы, они вот находятся в этом процессе. Ну, как бы это понятно. Ну, вот эта реформа, о которой они все время говорят, они имеют в виду сейчас только смену лидера? Либо все-таки нам следует ожидать каких-то на самом деле реформ? Эрнест, как вы полагаете? Людмила, боюсь, мой ответ вам не очень понравится, потому что мне приходит сразу в голову ассоциация с борделями, с девочками. Ну, это кто, кому, как, что ближе. Мне таких ассоциаций не приходит. Ну, друзья мои, ну какие реформы? О чем мы говорим? Какие реформы в партии, если в Молдове партии нет? Ну, нет в Молдове партии. Партия – это доктринальное явление. Это явление, институция основана на какой-то совокупности идей, теории и направлений и так далее. Партия коммунистов в свои первые годы была близка к доктринальной. Сейчас партия социалистов к этому стремится. А партии, наши любимые правоцентристские… Ну, что либерального в либеральной партии, скажите, пожалуйста? Ничего. Что демократического в Демпартии? Ничего. Это авторитарные, личностно ориентированные формирования, которые существуют только благодаря авторитету и или деньгам. Реформировать можно то, что является естественным явлением, понимаете? Демпартию можно было реформировать лет 10 назад, когда она еще была, ну, такой партией не лидер, а партией общности людей, когда она была еще с Дьяковым и так далее. Сейчас это уже просто совокупность людей, которые адхок находятся на месте ввиду наличия общих целей и задач в скобочках координатора. Поэтому, что тут можно реформировать, я не знаю. Если можно коротко, вот новый лидер, мне кажется, его фигура и личность может сказать очень многое. Она, по крайней мере, скажет, как далеко вознамерился господин Плохотнюк в этой самой реформе, по его словам, да? И если он станет лидером, то это одна ситуация, а если не он, то это другая ситуация. Тут вопрос, кстати, очень хороший. Вот если, допустим, лидером партии станет Павел Филипп, то я скажу, молодцы, хорошо придумали, потому что это будет шаг в сторону классического западного парламентализма, когда лидер правящей партии является премьер-министром. В данном случае у нас будет наоборот. У нас премьер-министр станет лидером адхок правящей партии. То есть у нас как обычная. Как обычная телега впереди лошади. Это будет, в принципе, с точки зрения парламентализма неплохой шаг, даже с учетом современных реалий Молдовы. Если же лидером партии станет Плохотнюк, тогда скажем, ну господа, ну это же очевидно, потому что все к этому шло. И мы просто зафиксируем факт того, что человек, не занимающий формально никакой должности, вдруг ни с того ни с сего становится ее лидером партии. Потрясающе. Это уже будет чисто молдавское ноу-хау. Это интересно. Валерий, Владимир Георгиевич хочет стать лидером партии? Не думаю, но я хотел ответить на ваш принципиальный вопрос. Вот господин Марданян дал свою версию. Ну так выходит, что нужно это сказать. Чем отличаются люди, которые в Молдове приходят к власти, вот время от времени, от тех, которые все время говорят о власти и не приходят, вот скажем, СДПМ, УАЗу-Нандой? Тем, что первые очень реально оценивают то, что происходит в обществе. Реально. Они пользуются какими-то вымыслами или иллюзиями. То есть некоторые интеллектуалы, люди, которые изображают из себя политиков, думают, что если у них 24 часа в сутки доступ к информации, к тому, что называется демократией, что читают умные книги, то им кажется, что вот у нас давно в Молдове наступила демократия, есть такие правила, если им следовать, то обязательно должно случиться то, что эта партия должна прийти к власти. А это не случается. Уже год за годом это не происходит. Потому что мы, общество, которое 25 лет назад только приняли свою конституцию и стало существовать как страна. И нужно думать, сравнивать не с цивилизованными странами, а то, что происходило в цивилизованных странах 25 лет после принятия конституции. В США, в Бельгии, в других странах. Какое общество тогда было? Не могу согласиться с вами, господин. Вы не можете согласиться. Но может быть что-то посередке. Но брать букварь демократически говорит, вот это должно быть так и так. А наши члены общества разве так думают? Разве они так оценивают? Они им, то есть доктрины партии чужды, само понятие партии чужды, они смотрят на лидеров. Они смотрят на лидеров и оценивают. Вот так происходило 25 лет подряд. Ну вот с точки зрения, вот если они смотрят на лидеров, я возвращаю вас по поводу будущего лидера демократов. Вы сказали, что вы не думаете, что Владимир Георгиевич хочет стать лидером этой партии. Владимир Георгиевич, вы кого имеете в виду? Дьякова? Нет, Дьяков это Дмитрий Георгиевич. А, Дмитрий Георгиевич, не знаю. А Владимир Георгиевич это Плохотнюк. Я вот по имя отчеству не привык их называть. Вот, а почему? Я называю, они не против. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, господин Плохотнюк, с вашей точки зрения, вы говорите, что вы не уверены, что он хочет стать лидером. А вот некоторые считают, что очень даже наоборот. Его амбиции простираются не только в плане лидерства, но даже в плане премьер-министра, чтобы он стал премьер-министром. Да, я не знаю, есть ли у него, принял он для себя это решение. Я думаю, что никто не знает для себя решение стать лидером партии или премьер-министром. Ну, было бы честно, перестали бы говорить, что любой другой лидер его тени. Но действительно, есть смысл обсуждать, рационально это или нет, хорошо ли это для партии, для страны или нет. Есть смысл. А для него это хорошо? Для него самого, если вы хотите моё мнение, я думаю, что да. Я думаю, что да. Вот, тогда будем исходить. Спасибо вам за этот ответ. По поводу амбиции Плохотнюка, вы будете смеяться, но у меня есть опять инстандартская информация. Мне в мае люди сказали, что... Я буду вас чаще звать, Артон. Да, с удовольствием. Мне в мае ещё рассказали, что когда Плохотнюк был в Вашингтоне и встречался с госпожой Нуланд, она поставила ему два жёстких условия. Ну, кроме вот этих вот красивых рассказов о реформах, отложим эту сторону, она сказала ему два нельзя. Первое, нельзя допустить левого президента, избрание левого президента. И второе, нельзя не трогать Филиппа. Она ему сказала так, поскольку мы, то бишь американцы, этого кандидата поддержали, мы будем его держать и дальше, поддерживать. Но есть одно но. У нас кто победил? Не Клинтон. Команда Трампа непонятно вообще, откуда возьмётся. Известно, что сейчас Трамп выдвигает Рекса Тиллерсона, человека, получившего от Путина орден. Не знаю, кто будет заместителем госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это и была должность Виктории Нуланд. Вы сейчас про, да, я хотел сказать про Нуланд. Да, то есть, возможно, Владимир Георгиевич подождёт 20 января, когда Трамп принесёт присягу, назначит госсекретаря, потом определится его зам по Европе и Евразии. И тогда будем посмотреть. И если Виктория Нуланд уйдёт из власти, дело в том, что она была в госдепартаменте и при республиканцах, и при демократах. Поэтому она теоретически может остаться. Так вот, если она не останется, Плохотнюк может сказать, я обещал этой мадам, её нет, обещать мне больше некому, так что я теперь волен поступать, как хочу. Я бы на месте Плохотнюка подождала бы 20 января. Ну, там плюс-минус пару дней. Посмотрим на ваш прогноз, сбудется он или нет. У нас очень мало времени. И я ещё предоставлю слово, и я думаю, что кратко вы сможете сказать то, о чём вы сейчас хотите. Но с точки зрения, если можно... Вот смотрите, все эти теории, о которых мы сейчас с вами говорим, они основываются на одном, что у нас будут очередные парламентские выборы. Но может случиться так, и вы сами начали говорить о смешанной системе, что власть тоже сыграет неожиданно, вот никто от неё не ждёт. Вот не ждут они, что власть придёт и в один момент сделает всё для того, чтобы состоялись внеочередные досрочные парламентские, просто потому что они будут готовы. Неожиданности уже не будет, поскольку мы уже говорим, ну я, по крайней мере, эти разговоры слышу три года, я впервые услышал разговор о смешанной системе весной 2013 года, а они перешли уже в серьёзную плоскость сейчас, за последний год. И это уже не неожиданность. Сейчас надо думать не о том, что сделает власть, а о том, как это предотвратить. Потому что смешанная система по нынешней коррумпированности власти и при власти плохотнюка – это смерть. У нас будет 50 плохотников по одному датной системе и ещё 50 по партийной. Замечательный парламент у нас будет. Валерий, я обещала вам предоставить слово. Нет, я просто хотел бы сказать так мягко, что так на дипломатическом языке не говорят нигде. Не могла Нулан или кто-нибудь другой из правительства США или даже из правительства России, даже из правительства Китая сказать какому-то нашему представителю, вот это ты не делал и это ты не делал. Почему какому-то? Сказали человеку, который… Извините, что я вас перебываю, но как вы ошибаетесь. Этот разговор был тет-а-тет. А как разговаривает Нулан тет-а-тет, рассказывал даже Джен Псаки на брифинге в Госдепартаменте, что она выросла с русскими матросами, когда работала. У него такой лимбаж, что там дипломатия просто отдыхает. Поэтому поверьте мне, информация серьёзная. Лимбаж или язык внутри может быть какой. Это не публично разговор. Я просто говорю из небольшой скромной практики, которую я имею, и знаю, как говорят люди там наверху. Я был просто пресс-секретарём президента. И знаю, что могут сказать человеку, который представляет власть. А там господин Плохотнюк представлял, в принципе, как человек, который представляет Молдову. И которому было что сказать. И те, которые его принимали, знали, с кем говорят. Я так себе это представляю. Сказать этому человеку, как он должен вести в своей стране, как он себя должен вести, это просто я не мыслю. Это зря. Нигде такого вам не скажут. Вам могут дать намёк. Вы отправляетесь в своей стране, потом с вами встретится посол. И как-то тоже опять напомнит о чём-то. Но у американцев или даже у европейцев сказать вам, как вы должны себя вести в своей стране, нет. Такое никто не скажет. То есть, когда злые языки говорят, что посол Соединённых Штатов накануне возможного подписания меморандума Козака подошёл и прямо всё вот так сказал, то они врут. Что сказал Козак? Ну, я полагаю, что это были... Хеттер Ходжес. Хеттер Ходжес зашла. Вот господин Варданян понимает, что я говорю. Есть одна из версий, опять же, да? Да, одна из версий. Что положила на стол, нечто и сказала, вот оно, вот это. Я просто уточняю. Получается, что это всё несерьёзно. Вы знаете, наше время, к сожалению, вышло. Я скажу вам так, я поступлю хитрее. Я скажу вам, что то, о чём говорили люди тет-а-тет, не знаете ни вы, ни вы и ни я. Поэтому делать какие-то такие выводы я, например, не стану. Хотя я не исключаю вероятность того, что на самом деле разговоры могли быть очень предметные, очень жёсткие и очень конкретные. Хотя бы потому, что люди, которые занимают такие высокие должности, как Виктория Нуланд, они не утруждают себя для того, чтобы разводить такие намёки, антимонии. А эти люди привыкли чётко говорить, что они хотят и как они. Поэтому она раздавала печенье на Майдане. Она раздавала печенье, с чего бы это, если бы она просто должна была прийти и сказать, вот что вы должны сделать. Так это публичная часть, это не публичная. Когда в прошлом январе, кстати, до момента, когда Нуланд официально поддержала правительство Филиппа в Бухарест, она была в Калининграде, разговаривала с Сурковым на тему Украины и не только. Мы будем ждать репорты. Мне знакомые, знающие люди сказали, она говорит, мне надоел ваш грёбаный царь. Вот она буквально слово в слово сказала, что Суркова применительно к Путину. То есть по-русски сказала. Она знает русский великолепно, причём и хороший русский, и нехороший русский. Зря вы недооцениваете её. Я не то, что недооцениваю, мне становится просто интересно, и я думаю, что изучать язык Виктория Нуланд мне тоже становится чрезвычайно интересно. Будем ждать информации по Викиликсу. Безусловно. С удовольствием. Вот здесь соглашусь, нам интересно. Спасибо за то, что вы пришли. Как-то вначале вы так раскачивались, но мне кажется, что к окончанию программы уже интенсивнее обсуждали те проблемы. Что для деквата для твоей программы. Я этого не сказала. Это опять же о строгости заявлений. Большое вам спасибо, приходите к нам ещё. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До встречи.